Пора подумать, вот среда, в которой я могу расти, где я буду растягиваться. Мне придется использовать мои дары. Меня будут подталкивать к тому, чтобы не просто сидеть на скамейке запасных, а участвовать в игре. Это среда, где вы можете расти, но вы будете расти только в том случае, если останетесь посаженным. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Я хочу поговорить сегодня на тему «Будьте посажены, чтобы расти». Если вы конспектируете, то запишите эти слова. «Посажены, чтобы цвести». Я принес с собой растение, которое я недавно выбрал в магазине. Я люблю растение, люблю наблюдать за тем, как что-то растет. Но также у растений мы можем научиться чему-то важному, что может изменить любую сферу нашей жизни. Нашу эмоциональную зрелость. Зрелость в отношениях, способность решать конфликты. Там применимы те же принципы, что мы видим у растений. Я думаю о том, что это растение росло, как появились листья, и это все результаты воды, окружающей среды, почвы и туда, куда оно посажено, чтобы в дальнейшем давать плоды. Все, что вы делаете сейчас, то, как вы начали этот год, у некоторых идеальная система посещаемости. Вы не пропустили ни одного собрания в этом году. Вы тянетесь к Богу. Откройте первый псалом, кстати. Пытайся узнать у него и его план для ваших действий в жизни. Также вы исполняете все предпосылки для роста. Мне очень нравится перевод послания. Там написано, «Как же сильно ты, должно быть, нравишься Богу». Вы нравитесь Богу. Он не просто любит вас. Вы еще нравитесь Ему. Ты не зависаешь в салоне греха. Не шатаешься по тупиковой дороге. Не ходишь в колледж острых языков. Вы рады, что вы не в колледже острых языков. Вместо этого ты в восторге от Божьего Слова и жуешь Писание днем и ночью. Если мы приходим в церковь посреди недели, то это показывает, что мы люди, которые действительно тянутся к Богу. Мы хотим еще больше Бога. В воскресенье было бы хорошо, но мы хотим еще. Скажите, «Я хочу еще». Ты — дерево, посаженное в Эдемском саду, которое каждый месяц дает свежие плоды, никогда не роняет листья и всегда цветет. «Цвести» значит иметь здоровое развитие. Библия говорит, что те, кто находится в Доме Божьем и следует за Богом, похожи на деревья в Эдеме, которые всегда в цвету, всегда зеленые, всегда свежие и всегда дают плоды. Этот год, когда нужно быть посаженным, чтобы цвести. Хочу рассказать вам историю о парне по имени Тед. Давайте нарисуем Теда, но перед этим, как мы это сделаем, я хочу сказать, что... Возьмите ручки, возьмите листки, у кого есть, и давайте повторим вместе со мной. Вот есть Тед. Давайте нарисуем глазки, улыбка, нос, волосы. С Тедом мы познакомились в колледже. Он вырос в очень непостоянной семье. Они постоянно переезжали, постоянно меняли работу и церковь, но глубоко внутри Тед очень сильно хотел вырасти. Он хотел, чтобы его жизнь удалась, потому что он наблюдал за тем, как его родители никогда не сидят на месте и позволяют себе пустить корни. Затем он поступил в колледж. Однажды мы с ним разговаривали. Тед рассказал мне обо всех его планах. Я хочу жениться на подходящей девушке. Я хочу стать хорошим отцом. Я хочу быть лидером в церкви, и чтобы люди меня уважали. Я хочу иметь хорошую работу и процветать. Я хочу быть щедрым. Он поделился со мной своими мечтами. Но я кое-что заметил. Он постоянно возвращался к одному и тому же. Когда он начинал какие-то отношения, то через месяц или два сам разрывал их. Когда он приходил в церковь, то там его что-то обижало. И он уходил из церкви и переходил в новую. Когда Тед устраивался на работу, и там его заставляли работать больше 40 часов, он уходил с этой работы. Как только становилось неудобно и некомфортно, Тед уходил. У Теда был план. Он хотел стать успешным и иметь хорошее отношение. Он хотел, чтобы его знали, как верного человека. Но его план никогда бы не сработал, потому что он делал все наоборот. Он руководствовался своими чувствами. В церкви очень много таких людей, как Тед. Его план мог сработать только в том случае, если он решил укорениться. Укорениться. И это был его план. Это шутка, конечно. Как вам это? Хочу вам кое-что показать. Давайте я нарисую вам деревце. Я знаю, что вы будете в восторге. Вы видите лишь верхнюю часть, но вы не видите его корни под землей. У каждого большого дерева огромная корневая система под землей. Представьте, если бы дерево был бы таким, как Тед. Давайте нарисуем его пока без листьев. Представьте, что это дерево посажено в землю. И оно умоляет. Я так хочу цвести. Я хочу приности много плода в жизни. Я хочу быть известным, как цветущее дерево. Но всякий раз, когда начинается буря, нарисуем молнии, тучи, дождь, а дерево говорит, «Мне не нравится эта почва. Я хочу переехать в Калифорнию. Я хочу туда, где хорошо и тепло». А после пребывания в Калифорнии дерево понимает, «Мне не нравится Тихий океан. Я лучше перееду во Флориду». Во Флориде тоже не сложилось. И оно переезжает в скалистые горы. Каждый раз, когда он срывается с места, его корни не успевают углубиться. А поскольку корни не углубляются, плод просто не может... Плод не может просто появиться. Любой плод, который вы видите, является результатом глубоких корней где-то под землей. Вы не можете цвести в этом году, если не будете посажены, пока вы продолжаете жить так, как вам хочется, и оставляете церковь по любому поводу после каждой обиды. Кстати, вас будут обижать в каждой церкви, включая и эту. Церковь полна людей, а люди, как и вы, склонны ошибаться. Пасторы тоже люди, и они тоже не всегда, и не все делают правильно. Если же мы поступаем так, как поступал Тед, и уходим всякий раз, когда нас расстроили, или не приходим, потому что нам не нравится тема, то мы никогда не увидим роста. Приходите, чтобы давать. Приходите и ищите свое место. Вы нужны нам. В этой церкви происходит столько всего, и нам нужны мужчины и женщины, которые заполнят необходимые пробелы и скажут, «Вам нужен наставник. Я стану наставником. Нам нужна помощь в детской церкви. Я помогу». Кто из вас хочет цвести в этом году? Тогда давайте поговорим об условиях для цветения. Во-первых, нужно находиться в правильной среде, где может происходить здоровый рост. Я думаю, что Бог привел некоторых из вас сюда, из других мест, которые не были для вас правильной средой. Но сейчас вы здесь, и не думайте уходить, потому что вы в правильной среде. Пора думать, вот среда, в которой я могу расти, где я буду растягиваться. Мне придется присоединиться к группе. Мне придется использовать мои дары. Меня будут подталкивать к тому, чтобы не просто сидеть на скамейке запасных, а участвовать в игре. Это среда, где вы можете расти. Итак, номер один. Находиться в правильной среде. Номер два. Получать правильные питательные вещества. Деревья и растения растут не только потому, что они в земле, а потому, что у них есть солнечный свет и вода. Вам нужно получать это ежедневно. Это значит, что вам нужно пребывать в Слове, находить время для того, чтобы читать, слушать Слово Божье, слушать проповеди и другие духовно здоровые материалы. Если вы думаете, «Я уже все знаю», «Я разбираюсь во всех духовных темах», тогда я проповедую именно к вам. Если вы еще дышите, то Богу еще есть, чему вас научить. Если вы еще живы, то у Бога есть еще что-то, что Он хочет загрузить вас. Поэтому давайте приступим через свою гордость, эгоизм и нарциссизм, и осознаем, «Мне еще есть чему учиться, я еще не все знаю». В-третьих, вам нужно поддерживать хорошую почву. Кто ответственен за почву нашего сердца? Вы сами. Мы сами ответственны за почву нашего сердца. Именно об этом говорится в притчах, глава 4, стих 23, «Больше всего хранимого храни сердце свое». Тут не написано, «Пусть Господь хранит твое сердце», или «Пусть жена хранит твое сердце». Тут написано, «Чтобы вы сами хранили свое сердце». Почему? Потому что все, что происходит в нашей жизни, зависит от почвы нашего сердца. Иисус сказал, что бывает тернистая почва, но на такой почве деревья не растут. Тернистая почва — это ограниченные люди, которые держатся за раны из прошлого. Пока вы держитесь за горечь своего прошлого, вы никогда не переживете рост в настоящем и будущем, который хочет дать вам Бог. Но если вы останетесь посаженными, то в первую очередь вы вырастите. Псалом, глава 91, стих 13-15. Если возможно, покажите его на экране. Мне очень нравится этот отрывок. Там сказано, «Скажите, я праведник, скажите кому-то, ты праведник, церковь, что делает нас праведными, то, что делает Иисус, а не наши дела». Исайя писал, что наши праведные поступки в Божьих глазах, как грязные тряпки. В одном переводе сказано, «Очень живописно». Очень живописно. Бог смотрит на ваши добрые дела и говорит, «Нет, это нехорошо. Не это делает вас праведными и святыми. Праведными вас делает то, что Иисус делал на кресте». Хорошая новость в том, что я смотрю сейчас на праведников, потому что вы поместили свою веру не в свои добрые дела, не в религиозные обряды, а в кровь Иисуса, которая пролилась на Голгофе. Если вы верите в Иисуса, скажите, «Я праведный». Скажите, «Я праведный». Праведный значит иметь правильное положение перед Богом. То есть Бог смотрит на меня и видит сына или дочь, а не ошибку. Я еще раз повторю, праведными вас делает то, что Иисус сделал на кресте. Хорошая новость в том, что я сейчас смотрю на праведников, потому что вы поместили свою веру не в свои добрые дела, не в религиозные обряды, а в кровь Иисуса, которая пролилась на Голгофе. Если вы верите в Иисуса, скажите, «Я праведный». Праведный. Это значит иметь правильное положение перед Богом. Я это уже говорил. То есть Бог смотрит на меня и видит сына или дочь, а не ошибку. Он видит того, кто готов цвести. Пальмы, они гибкие. Когда вы долго находитесь в каком-то месте, вы пускаете корни и начинаете приносить плоды. Я хочу обратиться к молодым родителям. Мы с женой тоже молодые родители. У нас маленькие дети. У кого есть дома маленькие дети? Приходите в церковь. Приводите их туда. Это станет серьезной победой для вас и для них тоже. Мы с братом росли в церкви. Тем, какие мы сегодня, мы обязаны пастором детского служения, которые служили в яслях и младших группах, а потом в группах для школьников и молодежи. Если ваши дети ходят в церковь, то вы поместили себя и свою семью вместо постоянного роста. Во-вторых, вы находите для себя сообщество. Вы находите в церкви отношения и становитесь частью семьи. Вы находите отношения и становитесь частью семьи. Церковь Победы это не только толпа народа, а семья. Если вы новенький в нашей семье, добро пожаловать. Вы только что получили духовных сыновей, дочерей, отцов и матерей, и даже дедушек и бабушек. Мои дедушки и бабушки это ваши дедушки и бабушки. Если вы новенькие в нашей семье, то добро пожаловать. Мы хотим, чтобы вы нашли себя здесь. Пункт номер три. Если вы позволите себя укоренить в этом доме, то найдете место для служения и будете влиять на других своими дарами. Вы найдете место для служения. Итак, если вы посажены, то вы находите своих людей, свое место и начинаете расти. Ваши корни уходят под землю и появляется плод. Вы начинаете все больше походить на Бога и Иисуса. Вы находите новый уровень терпения, доброты и сострадания и начинаете служить в церкви. Я понимаю, что некоторые из вас очень заняты. Вы приходите не только получать, но и быть деятелем, слушать, молиться, служить кому-то. Вы думаете, Пол, я не знаю, могу ли я уделять три или четыре часа в неделю или приходить раньше на служение, чтобы приветствовать людей, но я могу жертвовать, приносить десятину. Я хочу делать свой вклад в этот дом Божий. Я хочу не только потреблять, но и вкладываться. Рожденный свыше верующий дает, а не только получает. Он начинает давать Божью любовь через свои дары и таланты. Даниила, глава 11, стих 32. В последней части этого стиха сказано, люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Когда вы познаете Бога, вы становитесь более сильными духовно и начинаете делать великие дела. Когда вы посажены в доме Господа, вы цветете. Вы приносите плод даже в пожилом возрасте. Давайте вернемся к 91-му Псалому. Псалом 91, стих 13. Праведные цветут, словно пальмы, словно ливанские кедры стоят, высоки, насажденные. Вы только посмотрите. Посмотрите на мои рисунки на этой доске. Насажденные в доме Господнем. Они цветут, процветают, переживают избыток и пышный рост. Зрелые во всем. Цветут во дворах Бога нашего. Не знаю, что вам довелось пройти, через что довелось пройти, но знаю, что Бог привел вас сюда для этого времени. Возможно, вы не так представляли себе своего пастора. Это ничего, я буду принимать это на свой счет. Но если вы спросите у Духа Святого, Дух Святой, ты призвал меня быть частью именно этой церкви? Если да, то я забуду о своих предпочтениях и о своих идеях и о том, как нужно вести церковь и подключусь к тому, что ты делаешь здесь. Я буду следовать за видением, помогать, чем могу и переживать силу Святого Духа. Мы должны использовать свои дары и талант, чтобы строить Царство Божье. Мир ждет, пока мы такие пальмы и ливанские кедры начнут расти. Мир ждет таких людей, как мы с вами. Они ждут, когда сыны и дочери Божьи откроются. А если мы посажены в Доме Божьем? Как мы это делаем? Мы принимаем решение приходить в церковь при любой возможности. Приходите, если, конечно, не произошло ничего срочного, или вы уехали в отпуск. Если вы в городе, то приходите. Вместо того, чтобы смотреть интернет, просто приходите и лично участвуйте во всем происходящем. Мы любим всех наших зрителей, но если вы живете в этом городе, то лучше приходите. Если вы живете недалеко и у вас есть бензин в баке, то приходите в церковь и приходите не только чтобы брать, приходите, чтобы давать. Приходите и ищите свое место. В этой церкви происходит столько всего, и нам нужны мужчины и женщины, которые заполнят необходимые пробелы и скажут, вам нужен наставник? Я стану наставником. нужна помощь в детской церкви, я помогу. Недавно я столкнулся с человеком, которого неоднократно приглашал в церковь, но он так и не пришел. Он как Тед, хотел, чтобы его в жизни происходили невероятные вещи. Он хотел иметь хороший брак, успешную жизнь и быть благословенным человеком, но он так и не посвятил себя церкви. Посвящение не характерно для его семьи. И вот восемь лет спустя его жизнь разбита. Пережито много болезненных моментов. Он решил вернуться в церковь и пустить здесь корни. Я верю, что этот год еще успеет стать хорошим для него, если он придет укорениться и откажется обижаться. Я покаюсь, я прошу тех, кто меня обидел, и очищу почву моего сердца, чтобы она могла принимать Слово Божье. Что будет дальше, он начнет встанем на ноги и скажем «Посажены, чтобы свести». Но когда вы посажены, вы должны быть готовы к обрезанию. Посаженные люди могут пережить обрезание ветвей. Если бы у меня были ножницы, то я бы показал, как отрезаю что-то от вас. Представьте, что здесь стоит Иисус, и у него ножницы. Но он говорит, но он говорит, религиозность, которую ты приносишь с собой в церковь, и твою постоянную критику нужно обрезать. Вы давно в церкви, выпустили корни, но вы холодны по отношению к каким-то людям, и я это обрежу. Видите, обрезание это неплохо, а хорошо. Кто-то настолько посвящен церкви, что давно уже не брал перерыв служения. Совсем случайно у вас развился менталитет Марфы, Иисус говорит, «Я хочу, чтобы ты посидел хотя бы два месяца и успокоился так, как Мария. Я обещаю, что в этом году ты вернешься к служению, но ты должен сделать перерыв. Служение уже стало твоим идолом, и ты отождествляешь себя со своей должностью, а не соотношениями с Иисусом». Видите, посаженные люди могут справиться с обрезанием ветвей. Они не говорят, «Все, я ухожу». Нет, я понимаю, что Бог что-то делает сейчас во мне. Итак, когда я посажен, я готов к обрезанию, потому что я хочу приносить еще больше плодов. Он обрезает вас только для того, чтобы вы приносили больше плода и указывали людям на Иисуса. Итак, я посажен, меня обрезает, чтобы я приносил плоды и указывал людям на Иисуса. Скажу это еще раз, я посажен, меня обрезает, чтобы я мог приносить плод и указывать людям на Иисуса. Слава Иисусу! Надеюсь, это послание вдохновило вас и напомнило вам о том, что нужно пустить корни, чтобы вы могли цвести. Все мы хотим быть счастливыми и успешными и наслаждаться жизнью на земле. Но часто мы забываем, что для счастья требуются усилия с нашей стороны. Иногда это не очень просто, особенно если вы любите переходить с места на место, и вам сложно оставаться на одном месте. Но если вы укоренитесь, это придаст вам сил. А лучше, место для насаждения — это Дом Божий. Там вы познакомитесь с новыми людьми. Они узнают вас, а вы их. Найдите домашнюю группу. Возможностей очень много. Если у вас нет своей церкви, то приходите к нам. Если вы живете в Талсе, мы окажем вам теплый прием, окружим вас молитвой и любовью. И я верю, что, укоренившись, вы начнете цвести в Доме Божьем. А также я приглашаю вас помолиться вместе со мной. Скажите, Иисус, я подчиняюсь Тебе. Пусть в моей жизни будет не моя воля, а Твоя. В имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то теперь вы спасены и рождены свыше, и пора стать частью Божьего Дома. Мы приглашаем вас к нам. Где бы вы ни были, найдите себе церковь. Хочу также поблагодарить наших партнеров. Благодаря вашей щедрости, мы достигаем людей по всему миру. Спасибо за помощь в распространении послания победе и Божьей любви. Ваши лучшие дни еще впереди.